Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. Сегодня мы с вами поговорим об основах приготовления вина, о том, что необходимо знать начинающему виноделу, для того, чтобы получить хороший, вкусный и качественный напиток. Сегодня мы рассмотрим тему не только виноградных вин, но также рассмотрим и немножко тему плодово-ягодных, посмотрим, какие плоды подходят для виноделия, какие не подходят, и опять же, на что нужно опираться, на что нужно смотреть. Итак, что такое вино? Вино – это напиток, полученный в результате брожения, хотя некоторые страны разрешают называть винами напитки, полученные из каких-то других плодов и ягод. Давайте сначала разберемся, вообще, почему вино именно из винограда. Ну, с одной стороны, да, вино – вино, один корень, а с другой стороны, виноградная ягода имеет все параметры для того, чтобы получить вот этот самый напиток, именуемый вино, без каких-либо добавок, без каких-либо дополнительных манипуляций. Если мы имеем хорошо вызревший виноград, а запомните, хорошее вино можно сделать только из, ну, сейчас мы будем говорить, да, не только про виноград, но и про другие ягоды, только из качественной ягоды. Никакого там гнилья, недозревшего, вот это все забудьте. Хотим хорошее, значит, и сырье у нас должно быть хорошее, сырье у нас должно быть лучшее. Как пример, хозяйка в пасхальную булку кладет хорошее масло, самую лучшую муку, а не все, что попадется под руку. Точно так же и с вином. Для хорошего вина ягода должна обладать несколькими качествами. Первое – это уровень сахара, достаточный для получения определенного количества спирта. Смотрите, среднее количество спирта в вине 10-12%. Так вот, как раз-таки виноградная ягода прекрасно может созревать для того, чтобы в дальнейшем давать вот этот спирт. Следующее. Ягода должна обладать определенным уровнем кислоты. Многие начинающие виноделы, наслушавшись непонятно чего, пытаются от кислоты избавиться. Запомните, кислота – это основа напитка. Да, она должна быть в гармонии, да, ее содержание не должно быть завышенным, она не должна выпирать, но это основа вкуса. И как раз-таки вот в виноградной ягоде в процессе брожения кислоты проходят определенный путь превращения. Когда они смягчаются, количество их уменьшается, и напиток получается приятный и гармоничный. Следующее – это, конечно же, наличие ароматических веществ. И четвертый – это хорошая сокодача. То есть нам достаточно виноградную ягоду пожмякать, поставить бродить, и все, мы получим хороший напиток. Да, там есть много нюансов, есть много этапов, много-много всего, но нам не надо добавлять туда, забудьте. Даже если ваша бабушка там это делает, прабабушка, воду и сахар в виноградное вино никогда не добавляют, если мы говорим о вине. Если мы говорим о брашке, о неком спиртосодержащем напитке, я не буду сейчас обсуждать его качество, да, это допустим. Но если мы хотим сделать вино, все, об этом забудьте. Теперь переходим к другим плодам и ягодам. Не так много ягод содержит нужное количество сахара. Смотрите, спиртные напитки из чего еще производятся? Ну, например, сидры из яблок и из груш, как правило, яблочные сидры именуются сидр, а грушевый сидр именуются пуаре. В яблоках и грушах сахара меньше, и, соответственно, это напитки слабоалкогольные. Порядка 5-6% спирта там получается. И тоже такой напиток не требует каких-то дополнительных манипуляций, не требует добавлений сахара, либо чего-то другого. Но точно так же остальные ягоды, то есть сахара там не хватает. Следующий параметр – кислота. С кислотами тоже могут быть проблемы. В каких-то ягодах их может быть слишком много, а в каких-то, наоборот, слишком мало. Допустим, черешня. Смотрите, даже варенье с черешней, ну, может, кто-то, конечно, делает, но вот насколько я знаю, так вот в окружении черешню просто едят, из нее не делают никаких варенья. Почему? Потому что кислоты мало, ее практически нет, и варенье получается пресное. Точно так же с вином. Нет кислоты, напиток получается плоский, безжизненный, ну, и абсолютно неинтересный. А в других ягодах, наоборот, возьмем красную смородину. Там будет слишком много кислоты, и тогда начинаются вот эти вот добавления воды, сахара. Ну, все, это уже не вино, это брашка. Понимаете? То есть не каждая ягода подходит для того, чтобы сделать вино. Еще я вам сказала про сокодачу. То есть из ягоды должен хорошо отжиматься сок. И еще смотрите, какая вещь. Виноградное вино, там есть, ну, два основных, скажем так, способа. Первый, это когда мы сбраживаем на шкурках на мезге, и второе, технология по белому, когда мы просто отжимаем сок. Многие рецепты домашние говорят о том, что вот тоже любую ягоду, даже тоже яблоко сбраживают вот на гуще, на шкурках, на вот этом все. Так вот, во многих случаях делать это не нужно. Более того, это вредно. Наверняка многие из вас слышали о том, что вино из такого винограда, как Изабелла, оно вот прям вредное, страшное, там все ослепли, у них почки отвалились, и все остальное. И поэтому оно в Европе запрещено. А все потому, что там содержится метанол. Я думаю, что многие слышали. Так вот, смотрите, вы забыли, кстати, не зашкаливает метанол, все там нормально, но это другая история и не тема нашего сегодняшнего разговора. Метанол образуется в процессе брожения из пектина. Кто у нас богат пектином? Яблоки, черная смородина, красная смородина. И вот вы, читавшись вот этих самых народных рецептов, которые все там пожмякали, пожмякали и бродят на мезге, вот на этой кашице, вот вы сами, своими собственными ручками получаете этот самый метанол. Конечно, я вас успокою, что не получите вы его в таком количестве, чтобы отравиться. Тем не менее, он там есть, и он образуется из пектина. Поэтому делать вина из вот таких фруктов, в которых пектина много, не нужно. Либо мы делаем их, скажем так, по белому способу. Вот правильный способ производства сидра, это когда яблоко дробят, не сбраживают, заметьте. Его настаивают в холодном помещении до брожения. Этот процесс называется мацерация. Его настаивают, чтобы сок лучше отдавался, а потом отпрессовывают. Вот если мы так делаем, мы не получаем вот этот самый метанол, мы получаем сок. Точно так же, если вы хотите делать именно вино из красной смородины, из черной смородины, вам надо извлечь сок. Но извлечь сок в домашних условиях будет достаточно сложно. По-хорошему там еще надо было бы использовать ферменты. Но я думаю, что вряд ли вы это будете делать. Поэтому вот такие ягоды, лучше сделайте из них настойку, либо наливку. Там, где мы используем спирт, либо водку, вытягиваем все вот эти вот ароматические вещества. Но это происходит без процесса брожения. Так будет проще, так будет лучше, и вы получите более правильный напиток. Сюда же, в принципе, относятся и слива. В сливе тоже много пектина, и те, кто делал сливовое вино, знают, что они часто мутные, они плохо осветляются по той же простой причине. Поэтому не мучайтесь. Если у вас переизбыток вот этих плодов, то лучше сделать из них варенье или настойки, или наливки. Это будет, повторю еще раз, гораздо полезнее и гораздо проще. Дальше, смотрите, уровень сахара. Я уже сказала, что вино это порядка 10-12% спирта. Виноград обладает первоначально хорошим содержанием сахара. Многие другие фрукты, ягоды этим уровнем сахара не обладают. Он гораздо ниже. Повторюсь еще раз, что, например, в яблоке где-то 13% это порядка 6-7% алкоголя. Вот, кстати, из яблока делают сидр как легкоалкогольный напиток. И здесь у нас два варианта. Это делать напитки с низким содержанием алкоголя, либо пытаться его повысить. На производстве это делают как? Сбраживают до 6% спирта. Там сахара никто не добавляет. И в дальнейшем спиртуют. То есть добавляют нужное количество. Народные же рецепты гласят о том, что нужно добавлять сахар. Но смотрите, длительное брожение, оно не всегда желательно. Брожение это не просто превращение сахара в спирт. Это еще огромное количество побочных реакций, во время которых происходят различные превращения. Ну, как я вам уже сказала, с пектином. Да, образуется метанол. Ну, еще много-много всякого всему. Поэтому, опять же, если вот прям очень хочется сделать вино из каких-то ягод, то лучше потом доспиртовать. Как понять сколько? Обзаведитесь таким прибором, как рефрактометр. Не так дорого он стоит. Можно поискать на том же Алиэкспрессе. Там он бюджетнее, чем в таких магазинах. Но этот прибор вам позволит определить уровень сахара по капельке сока. Все, вы видите этот уровень сахара. Вы понимаете, сколько в итоге алкоголя вы получите. И, соответственно, в дальнейшем просто по расчетам, если вам это нужно, доспиртовываете. Скажу вам честно, что вот в прошлом году мы делали сидры. И некоторые партии решили попробовать сделать яблочное вино. Я сделала расчеты и добавили сахар, чтобы набродило большее количество спирта. Так вот этот напиток мне крайне не нравится. Никогда больше такого делать не будем. Спирт этот чувствуется. Идет дисгармония по ароматике, по всему. То есть, если вариант сидра, слабоалкогольного напитка, он классный, он вкусный, он замечательный. Даже то, что не совсем загазировалось. Ну, а то, что загазировалось, то вообще классное. То вот яблочное вино, нет. Абсолютно не наш напиток. То здесь есть смысл задуматься. И повторю еще раз, что доспиртовать. Даже можно, знаете, когда доспиртовать, ну, до вкуса, когда вам нравится. Вот, например, если я чувствую спирт в напитке, все, этот напиток не мой. То есть, можно попробовать так, чтобы это не чувствовалось. Но следует еще помнить и о другом моменте, что напитки с низким уровнем алкоголя могут плоховато храниться. Если эти напитки газируются, как, например, сидры, кому интересно, именно технология сидров, я оставлю ссылку на видео, даже на целый плейлист, где все это рассказывается поэтапно, как это сделать. Так вот, под давлением углекислого газа хранится все хорошо. При этом получается замечательный, игристый напиток с низким уровнем алкоголя. Ну, либо же надо думать, как напиток стабилизировать. Многие, опять же, спиртуют уже, вот совсем спиртуют. Ну, если вы любите такие напитки. Если нет, то тогда либо добавление каких-то химических агентов, либо самый простой домашний способ, это пастеризация. Нагрев примерно до 60-65 градусов в течение минут 15. В таком случае мы там все микроорганизмы убиваем, все, напиток получается стабильный. Ну, а теперь кратенько по процессам производства вина. Первый процесс – это дробление. Мы ягоду жмякаем, либо там яблоко, да, либо грушу, чтобы получить сок. И тут у нас может быть два варианта. Мы просто дробим все вместе и ставим сбраживать. Это будет брожение на мезге. Либо второй вариант – мы отделяем сок, это касается и винограда, и других плодов, и ставим сбраживать. Напомню еще раз, что не у всех ягод, не у всех плодов сок отделяется хорошо. Поэтому, опять же, подумайте, стойки это того. Особенно, если у вас нет пресса, если нет какого-то оборудования для этого. Дальше мы запускаем процесс брожения. Он может начаться сам по себе. Благодаря тому, что на шкурках всех плодов и ягод содержатся дикие дрожжи. Можем купить специальные дрожжи в магазине. Винные дрожжи, не спиртовые, не хлебопекарные, винные дрожжи. Третий вариант – мы можем за неделю-полторы, до того, как мы собираемся делать какое-то вино, в небольшом количестве те же ягоды подробить, поставить их в такое среднее тепленькое место. Там начнется брожение, и потом, когда мы подавим свою основную массу, мы эту баночку с закваской выливаем, и у нас процесс брожения начинается быстро. Если мы начинаем процесс брожения быстро, мы повышаем качество своего продукта, потому что меньше будет там размножаться плохих микроорганизмов, меньше вероятность порчи продукта. Дальше время выдержки на мисге. Оно регулируется, и от того, сколько мы будем держать, опять же, зависит качество финального напитка. Если мы держим долго, соответственно, все ароматические вещества, все тонинные вещества, дубильные вещества, они переходят в напиток. И когда я слышу, что вино из какого-то сорта винограда получается тяжелым, получается слишком плотным, это просто незнание элементарных процессов. Вот эта тяжесть, вот эта плотность регулируется временем выдержки на мисге, временем брожения на мисге. Если вы хотите получить напиток легкий, мы можем, держая сутки, двое-трое, все. Потом мы, грубо говоря, отцеживаем. Если мы хотим прям такой ядреный, мы держим долго. Но это касательно винограда. Если мы используем какие-то другие плоды, я напоминаю еще раз, во многих из них много пектина. И их держать, сбраживать на мисге не стоит. Мы можем их измельчить. И для того, чтобы лучше отдался сок, для того, чтобы больше набралось ароматики, поставить в холодное место, в очень холодное место, где буквально несколько градусов плюса, для того, чтобы пошла лучше вот эта самая сока отдача. Процесс называется мацерация. После этого мы отделяем сок и уже его сбраживаем. А здесь еще хочется сказать пару слов о температуре брожения. Для виноградных вин светлых это будет довольно низкая температура, градусов 15. Для красных вин допускается 20-22, даже несколько выше. Касательно яблока, груши, там вообще желательно сбраживать при низких температурах. В таком случае будет выше ароматика. И в принципе, если мы хотим получить аромат, тонкий аромат, то брожение должно идти медленно, насколько мы можем его сдержать. И при низких температурах. Когда идет бурный процесс брожения, а в начале он именно бурный, мы можем ничего не использовать. У нас шапка углекислого газа, которая защищает наше будущее вино. Но в любой момент процесс может начать замедляться по тем или иным причинам. И тогда у нас попадает кислород. И тогда наше будущее вино может превратиться в уксус. Поэтому в таких случаях лучше использовать гидрозатворы. Кто-то использует перчатки. Но поверьте, перчатка это далеко не самый лучший и не самый информативный инструмент. Да, она защищает от доступа кислорода. Но очень часто бывает, что пару дней перчатка у нас макала, нам привет. Потом раз и опустилась. И вот в сезон прям такие массовые вопросы. Упала перчатка, что делать? Наблюдать за вашим суслом. Если на поверхности его есть пузырьки, значит процесс брожения идет. И ничего вам делать не нужно. Но, конечно, удобнее использовать гидрозатворы. Причем не каждый. А такие вот изогнутые по типу сообщающихся сосудов. Они понятные, они информативные. И по ним видны даже небольшие колебания. Небольшое выделение углекислого газа. И то, что процесс идет. Когда у нас процесс брожения закончился, мы видим, что уже нет пузырьков. Перчатка опустилась вниз. Затвор не работает. Тогда мы снимаем наше вино с осадка. И наливаем полную емкость. Но напомню то, о чем говорила несколько минут назад. Если мы сбраживали на мезге, то там можно снять вот с этого жмыха, с этой мезги, буквально через несколько дней. В зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Если вот вам прям очень хотелось сбраживать на мезге что-то ягодное, то не держите долго, буквально пару дней. Все. Отжали. В бутыль. Перчатку, либо затвор. Дальше пусть бродит. Брожение закончилось. Снимаем с осадка. Наливаем полную бутыль. При этом, смотрите, у процесса брожения есть две четких стадии. Одна стадия это бурное брожение, когда нам махают перчатки, когда затвор булькает, вот эта бурная пена. Потом, когда остается уже маленькое количество сахара в сусле, брожение сильно замедляется. Но все равно оно еще идет, поэтому будьте внимательны. Потому что часто бывают недоброды, а потом вопросы. А у меня вино как шампанское, что мне делать, ничего не делать, но не надо разливать его раньше времени в бутылки, и не надо его торопить. То есть нам надо дождаться полного окончания брожения. Если вы любители начитаться бабушкиных рецептов, где добавляют кучу сахара, особенно поэтапно, то имейте в виду, что в какой-то момент слишком много сахара может брожение остановить, но потом, когда оно захочет, оно и возобновится. Если вы хотите получить сладкий напиток, то дожидаемся окончания брожения, потом добавляем сахар и напиток стабилизируем. Например, пастеризацией. Либо, вот он у вас стоит, вам хочется выпить, налили в бокал или в кувшин, если вечером мы пьем сахарку, добавили, помешали и так выпили. Так будет гораздо проще. Но если вы любите напитки сладкие и спиртуозные, касательно всего плодово-ягодного, кроме винограда, вам проще делать настойки либо наливки. Меньше возни, меньше всего, меньше вот этих вот пектинов и необходимости понимать процессы. Дальше, смотрите, еще касательно брожения. У виноградных вин есть такой процесс, как яблочно-молочное брожение, когда резкая яблочная кислота, которая такая вот резко кислая, превращается в мягкую кислоту молочную. Очень часто возникают вопросы, кто-то где-то что-то слышал и спрашивает, будет ли яблочно-молочное брожение в смородине, либо там в сливе, либо еще в чем-то. Смотрите содержание кислот. Если яблочной кислоты в ягоде, в плоде нету, то яблочно-молочное брожение там не будет. Ну вот яблоки, да, у них яблочно-молочное брожение есть, и более того, если вы не будете сильно спешить, то со временем вот это яблочно-молочное брожение может съесть всю кислоту. И напиток может быть даже будет и недостаточно ее иметь. Но здесь надо проявить выдержку, потому что часто мы спешим, вот мы думаем, вот чуть-чуть оно отбродило, сразу пробуем, и там оказывается оно слишком кислое, слишком резкое, слишком еще какое-то. Вину нужно время для того, чтобы созреть, для того, чтобы сформироваться на процессе основного бурного брожения, все не заканчивается. Еще идет дальнейшая трансформация. Особенно это касается виноградных вин. Ну вот в яблочном напитке, в яблочном сидре, это тоже имеет место быть. Уменьшение кислоты. По всем остальным, повторю еще раз, что надо смотреть, какие кислоты там есть. И в зависимости от того, есть яблочная кислота, либо нету, и сколько ее содержания, и будет зависеть, будет такое тимброжение, либо не будет. Дальше. У виноградного вина есть такой процесс, как выпадение винного камня. В других винах он не выпадает, потому что там нет винной кислоты, и соответственно, выпадать там нечему. Также, ну, примерно в это же время, после окончания брожения, идет процесс осветления, то есть процесс, когда напиток становится измутного, прозрачным, и осветление в разных типах вин, будет идти по-разному. Кроме того, очень зависит от того, как вы делали это вино, как вы дробили, то есть от многих-многих параметров, и в том числе, от самой ягоды. Я уже говорила вам в этом ролике, что вот часто слышу жалобы, что сливовое вино плохо осветляется. Ну, особенности слива, то есть может быть тоже есть смысл сливу делать не вином, не процессом брожения, а по-другому. Кстати, традиционное японское сливовое вино как раз таки делается не путем брожения, а там сливу чистят, добавляют сахар, добавляют спирт, и таким образом настаивают, получая напиток. Поэтому уже много раз за сегодня я вам говорила, что подумайте, нужен ли вам процесс брожения. Есть излишки ягоды, может быть, имеет смысл употребить их по-другому и приготовить их по-другому для получения, во-первых, для упрощения жизни себе, во-вторых, для получения, скажем так, более качественного напитка, потому что не всем фруктам и ягодам идет вот этот самый процесс брожения. Ну и еще один из этапов, уже, скажем так, финальный в изготовлении вина, не все, правда, до него дожидаются, это процесс созревания. Тоже в виноградных винах этот процесс известен, написан, что касается всего плодово-ягодного, то там могут быть свои нюансы. То есть кто-то может подвергаться выдержке кто-то не может, даже касательно сидров, могу вам сказать так, что сидры изготовлены из летних яблок, у которых мало кислоты, вот они хороши в краткое время, если мы их держим, допустим, до весны, то они уже начинают терять свою ароматику, уже они становятся более такими посредственными. И наоборот, то, что было сделано из более поздних яблок, более кислых, вот изначально оно было рисковатое, такое грубое, к весне, к лету оно становится более приятным, более интересным, более вкусным, более мягким. То есть выдержка и созревание идет далеко не всем. Кому идет, кому не идет, ну, здесь уже надо смотреть экспериментально, пробовать, исходя из того сырья, которые вы используете. И в заключение напоминаю то, о чем мы говорили в начале. Для получения качественно хорошего вина нам нужна качественно хорошая ягода, не подгнившая, не испортившаяся, а наоборот, самая спелая, самая лучшая. Также напоминаю о четырех параметрах. Это сахар, кислота, ароматика и сокоотдача. Ну и пятое, это содержание пектиновых веществ. Опять же, в гугле можете спросить, посмотреть лидеров по содержанию этих самых пектинов. Впрочем, большинство хозяек и так знают, то, из чего получается и так нормальное желе, то, из чего получается такое густое варенье, там пектина много. Ведок, примеры фруктов, ягод, из которых можно делать вина. Яблоко, груша, но, честно говоря, вот на мой вкус лучше их делать сидрами, лучше делать их напитками слабоалкогольными, сгазаться, и тогда это получается прям вообще вкусно-вкусно. Дальше, что еще хорошо подходит, это вишня. По параметрам сахар, кислота, ароматика может подойти дикая черешня. Вот у нас рядом с домом растет несколько диких черешен, и этим летом было очень много ягод, я посмотрела, там содержание сахара 18%. Отлично, особенно если сделать тигристо, вот прям классно-классно, при этом сахар хороший, там чувствуется кислота, вот прям чувствуется на вкус, значит и в напитке она будет замечательна, там есть легкая горечь, которая даст структуру напитка, но ягодка мелкая, собрать ее нужно много, подумать, как из этого всего получить сок, то есть это определенная сложность, поэтому от такой идеи мы отказались, то есть вопрос удобства отделения сока, он тоже должен быть все, что сложно отжимается, все, что с пектином, все, что имеет мало сахара, лучше всего настойками либо наливками. Еще для вина вполне хорошо должен подойти гранат. Хорошая сока отдача, есть кислота, есть ароматика, ну вот сахар, паспорт, то, что выдает Google, это 14%, хотя я думаю, что там, где растет гранат, там, где он хорошо созревает, сахар может быть и больше. В любом случае, 14% это в потенциале порядка 7-8% спирта, то есть не искал алкогольное вино сделать можно, единственное, что вот подумать о том, как его сохранить. И еще раз напомню, что лучше не добавлять сахар для получения спирта, а если спирта не хватает, потом доспиртовать. Так будет правильнее, так будет проще, так будет технологичнее. Надеюсь, видео было вам полезно, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под роликом, я вам оставляю ссылки на плейлисты по изготовлению сидра, на плейлист по изготовлению домашнего вина, на плейлист по изготовлению игристых вин, ну конечно, вот-вот у нас начнется новый винодельческий сезон, и опять-таки тонкости изготовления виноградных вин, новые технологии, все это мы будем с вами рассматривать в этом сезоне. До новых встреч!